В этом выпуске Дальневосточного бронежурнала рассмотрим советскую модель американского самолета П-47. Ну как советскую, с определенными оговорками. Ярославский химзавод «Луч» производил отличные модели самолета, в том числе и модель истребителя бомбардировщика П-47 «Тендерболт». На удивление, завод до сих пор существует и даже выпускает детские товары. Модель продавалась в пакетике за 90 копеек и предназначалась для детей в возрасте от 6 до 12 лет. На этикетке указан 72-й масштаб и основные НТТХ самолета. Внутри пакета лежит инструкция и баночка с клеем. Клей, правда, уже высох. Инструкция цветная, с наглядными иллюстрациями. Показаны места и способы соединения. Все детали не просто пронумерованы, но еще и с подписанными названиями. Моделисту предлагают два варианта сборки. Краски и декали в комплект не входят. Самолет отлит в темно-сером пластике, хотя встречались варианты отлиты из черного или светло-серого пластика. Отлит на хорошем уровне, но с большим количеством блоя. На литниках стоит латинская маркировка F-232, что указывает на фирму изготовителя пресс-формы. Это легендарная британская компания FROG, выпустившая первую в мире сборную модель из пластиков. Просуществовал FROG с 1931 по 1971 год и за столь долгий срок успел выпустить массу моделей. После банкротства все имущество было распродано. Большую часть пресс-форм выкупил в СССР, а кое-что досталось американской ревелл. Пресс-формы разошлись по фабрикам Советского Союза и брели вторую жизнь. Для внутреннего потребителя модели упаковывались в целлофан и не оснащались декалями. У нас как раз такой вариант тендерболта. Надпись на упаковке называется «Самолет просто тендерболтом». Этот тяжелый истребитель выпускался в различных модификациях, имеющих серьезные внешние отличия. Наша модификация называется P-47D. Ее можно отличить по каплевидной форме фонаря кабины, такой же как у Мустанга и Тайфуна. Отличить тендерболт от остальных самолетов очень легко по характерной особенности, давшей ему прозвище «Кувшин». Его звездообразный двигатель в воздушном охлаждении находится в специальном обтекателе, форма которого и напоминает горлышко кувшина. Правда, советские ЛА и немецкие Фокеры с подобными двигателями таких ассоциаций не порождали. Это один из самых массовых истребителей Второй мировой войны, один из самых крупных одномоторных истребителей, а заодно и самый тяжелый в своем классе. P-47 оставил заметный след в истории авиации, его модель одна из самых популярных у стендовых моделистов. Но не будем вдаваться в исторические и технические подробности, а посмотрим на саму модельку. Детализация отлично, оставим все как есть. Заменим только пару элементов. Для начала вырежем фонари на краях крыльев и сделаем для них прозрачные колпаки. Поменяем 8 крыльевых пулеметов на трубочке, сделанные из околок от шприца. Остальное по мелочи. Масштаб достаточно мелкий, кабину и пилота не видно. Пилот сделан в меньшем масштабе, чем сам самолет. Фонарь кабины полярнем при помощи пасты ГОЙ. И покроем прозрачным лаком, для придания ей большей прозрачности. Вращающиеся винты колес обязательно фишка, они должны вращаться и никак иначе. В фюзеляже есть отдел под подставку, хотя сама подставка в комплект не входит. Окраска и детали. Очень сложный вопрос. Американцы любили раскрасить свои самолеты под хохлому. Попробуем подобрать что-то более классическое. Вот что у меня получилось. Может чуть позже сделаю вариант данной машины в летящем состоянии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok